здравствуйте дорогие друзья я сегодня решила перетопить масло сделать топленое масло или как оно называется масло кхи или масло ги в общем и решила заснять я уже начала процесс но решила все-таки заснять для тех кто этого еще не делал я думаю что это будет интересное видео вот значит с чего мы начинаем ну естественно что лучше всего выбрать масло от коробок которые пасутся на лугах если есть у вас такая возможность прекрасно покупать или собирайте молоко делайте сметанку потом взбивайте делайте масло но не у всех такая возможность у меня точно такой возможности нет поэтому я иду ближайший супермаркет покупаю выбираю масло которое будет выше по жирности 82 процента ну или хотя бы минимум восемьдесят два процента потому что именно такое нашла по доступной цене вот и желательно чтобы там не было больше ничего такого каких-то там дополнительных веществ вот и если вот у меня например здесь килограмм астуриана марка хорошая которой я доверяю вот такая марочка у меня есть еще есть 4 по 250 грамм и это получается 82 и 5 процентов жирности ну тоже хорошее масло вот для того чтобы перетопить нам нужна кастрюля лучше всего с толстым дном и толстыми стенками так как она лучше сохраняет тепло вот но нарезаем масло складываем в кастрюлю дальше вам покажу весь процесс ну вот мы поставили его на огонь оно начинает топиться было полное вот так вот буквально сверху кастрюля сейчас оно растопится на большом огне как только оно растопится на большом огне я его начну уменьшать уменьшу до среднего когда она начнет кипеть и собираться вот пенка я его убавлю до самого маленького чтобы она томилась у меня несколько часов вот первым делом сейчас начнется начнет собираться сверху пенка пенка это у нас отделяется жидкость это вода выходит потихонечку от масла есть люди которые не не собирают пенку размешивают дальше кипятят томять масло есть я видела которые собирают и оставляют для выпечки я просто собираю удаляем вот это все накид которая сверху вот так вот мы его оставляем на время и сейчас берется пенка потом это первая стадия потом масса начнет прогреваться и отделяться вот белковый козеин он будет оседать на дно вот и когда уже это будет вторая стадия и третья стадия это когда уже отделиться и будет видно дно масло станет прозрачным с хорошим таким ореховым запахом и начнет светляться станет прозрачным вот тогда мы будем потихонечку его уже снимать переливать в банки вот так вот собирается пеночка сейчас еще немножко подожду начну ее собирать я ее выбрала своего и она мне не нужна у меня два килограмма масла поэтому мне вполне достаточно того что у меня будет в конечном итоге где-то хотя бы полтора литра масла я думаю она собирали хорошего качественно причем это будет жирности 99 процентов но это масло не рекомендуют употреблять очень много больше двух чайных ложек не рекомендуется употреблять в пищу почему потому что там понятно что там это чистый жир и калорийность в 100 граммах по моему около 900 килокалорий поэтому надо очень быть с ним осторожным тем кому не надо поправляться вот прошло у нас 16 минут от начала готовки масла я уменьшила огонь и собрала пенку но она еще продолжает довольно таки активно кипеть ну хотя маленький огонь уже стоит но из-за того что кастрюля все-таки такая толстостенная она очень хорошо держит температуру поэтому этот процесс охлаждения до маленького кипения это будет довольно длительный из-за очень сильного кипения мне пришлось поменять конфорку вот сейчас не очень удобно снимать но вот она вот в таком медленном кипении у меня будет стоять несколько часов я постепенно буду снимать пенку и буду ждать когда она будет прозрачным чтобы показать вам в каком состоянии она уже будет готова потихонечку встает прозрачным вот я добавлю сейчас чуть-чуть огоньку чтобы она чуть-чуть больше кипела но так потрескивает но еще только-только начало процесса осветления масла вот когда уже будет совсем-совсем прозрачным и мы увидим сколько всего осела на дно белка сколько там всего будет на дне пока еще где-то приблизительно один час до окончания отопления масла вы только посмотрите какое оно красивое она стала практически практически прозрачная весь осадок видно прямо на дне что там все собралось то что мы не будем больше кушать и послушайте как она трещит такое вот потрескивание интересно но дам ему еще минут 20 покипеть потом посмотрим ну вот по моему мнению масло совершенно готово оно прозрачное мы видим абсолютно четко дно которое там услана всякими осевшими продуктами которые нам не нужны сейчас я его выключу дам немножко остыть и разолью в чистые сухие банки через ситочка и марлю сложенную несколько слоев дорогие друзья топленое масло я немножко остудила в кастрюле и перевела его банки из двух килограммов сливочного масла у меня получилось баночки у меня литровая значит литр и где-то 750 800 миллилитров до ну вот 200 200 миллилитров 300 где-то ушло выкипела и с осадком я выбросила значит хочу повторить весь процесс готовки топленого масла выбираем масло с хорошей жирностью 82 процента минимум разрезаем его на кусочки складываем в кастрюлю с глубок двойным дном и с толстыми стенками желательно на высоком огне на большом огне доводим до кипения потом когда начинает кипеть убавляем на средний минут пять-семь покипело снимаем пенку я пенку снимаю есть люди которые не снимают я снимаю и выбрасываю потом убавляем до маленького до самого маленького огня который позволяет прям вот булькать масло легонечко там маленькими пузырьками и вот она у меня стоит и томится это масло два два с половиной часа на такой на такой вес на 2 на 2 килограмма масла где-то у меня уходит два два с половиной часа томления протяжении этого времени я снимаю пенку не помешивая не накрываю крышкой когда вы увидите что масло стало прозрачным видно хорошо дно и пошел очень такой приятный приятный запах ореховый такой ореховый запах выключаете даете ему немножко подостыть вот в чистенькие баночки складывайте переливаете масло когда она полностью остынет накрывайте его крышками все масло будет стоять без холодильника прекрасно аромат стоит на кухне просто обалденный просто вот всем советую это делать и для себя и для своих родных потому что выходит из масла все вот эти лактоза потом вот эти все казеины и все остальное все уходит сахара молочная все все это исчезает и можно употреблять людям людям даже тем которые не переносит лактозу потом для жарки это самое лучшее масло потому что она приносит самые высокие температуры спокойно оно не стает токсичным вот очень много делается масок потом растирают с травами масло очень очень полезное всем рекомендую заботьтесь о себе и о своих близких всем чао-чао